Здравствуйте, дорогие друзья! Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приёмникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Две школы есть люди-творы, и обе хороши. Одна из них для головы, другая для души. В одной мы учимся читать по звуке слова, В другой мы пробуем понять библейские слова. Как хорошо, что с детских первых школах я учусь. В одной директор человек, в другой — Господь Иисус. Как хорошо, что с детских лет в двух школах я учусь. В одной директор человек, в другой — Господь Иисус. В одной мы учимся считать, делить и умножать. В другой мы учимся Христа любить и уважать. В одной нас учат клеить, жить, когда урок труда. В другой нас учат свято жить, добро творить всегда. Как хорошо, что с детских лет в школах я учусь. В одной директор человек, в другой — Господь Иисус. Так хорошо, что с детских лет в школах я учусь. В одной директор человек, в другой — Господь Иисус. В одной директор человек, в другой — Господь Иисус. В одной директор человек, в другой — Господь Иисус. Как хорошо, что с детских лет в школах я учусь. В одной директор человек, в другой — Господь Иисус. Виночерпия вернули на его прежнее место, а пекаря обезглавили и повесили на городской площади. Отовсюду к его безжизненному телу слетались стаи птиц, чтобы вовсю полакомиться его плотью. А Иисус так и остался в заточении, вдали от дома. Виночерпий совсем о нем позабыл. Но о нем помнил Бог. О, нет! Что же случилось дальше? Так хочется узнать! Профессор Эпплби рассмеялся и поспешил достать следующую пленку. Я так и знал, что эта история придется вам по душе. Не переживайте, у меня есть продолжение. Вскоре дети снова услышали всплески весел, Мэгги Би немного прокашлялась и стала рассказывать дальше. Египетские мудрецы и чародеи стояли перед троном могущественного фараона. Сердца их трепетали. Они были в полном смятении. За что же вам платят, если вы не можете растолковать мне значение моих снов? Прогремел повелитель Египта. Может быть, Его Величество соблаговолит рассказать нам свой сон еще раз? Сказал, заикаясь, один из чародеев. Фараон окинул его суровым взглядом. Густые черные брови его почти сошлись на хмуром челе. Ладно, слушайте еще раз. И слушайте внимательно. Начал он снова. Мне приснилось, что я стою у великой реки Животворного Нила. В воде прохлаждались семь упитанных коров. Но вот они выбрались на берег и стали пастись в тростнике. За ними вышли семь толщих коров. Ребра их выпирали, как паруса на корабле. Они приступили к упитанным коровам и поглотили их. Но при этом они остались такими же худыми, как и раньше. А потом мне приснился другой сон. Я видел семь колосьев пшеницы зеленых и спелых, растущих на одном стебле. Но вот появились семь других колосьев, иссушенных горячим ветром пустыни. И они пожрали спелые и сочные зерна. Ну, так кто же мне скажет, что все это означает? Чародеи и мудрецы раскрыли было рты, но не могли вымолвить ни единого слова. А только хлопали в недоумении глазами, не сводя взора со своего повелителя. И вот тогда вперед выступил виночерпий фараона, тот самый, который два года тому назад пообещал Иосифу походатайствовать о его освобождении. «Ваше Величество!» — произнес он с дрожью в голосе. «Я должен признаться сегодня в том, как несправедливо я поступил с человеком, который может истолковывать сны». И он вкратце рассказал царю об Иосифе. «Пошлите за ним!» — приказал царь. В это время Иосиф совершал молитву, стоя на коленях в дальнем углу темницы. «Долго ли еще, Боже!» — молился он. Он старался не терять присутствие духа, но чувство одиночества не покидало его, и он очень скучал по дому, по своему отцу, и мечтал о свободе. Внезапно его молитву прервал звук шагов. Подняв голову, он увидел направляющегося к нему стражника. «Вставай!» — ряукнул тот еще издали. «Тебя требует к себе царь немедленно. Вот тебе приличная одежда. Переоденься. Когда оденешься, тебя побреют». Страж с отвращением посмотрел на длинную бороду Иосифа, которую он отрастил в заточении. В Египте только невежды чужеземцы носили бороды. Через несколько минут Иосиф оказался во дворце фараона. После темничного полумрака блеск золота резал ему глаза. Он с изумлением озирался по сторонам на дорогие гобелины, на яркие фрески на стенах и на богато расписанный потолок, который повествовал о великих деяниях фараона. Все говорило о том, что он был в тронном зале самого могущественного властителя в мире. Высоко на троне восседал фараон. Его глаза превратились в щелки, сквозь которые он недоверчиво оглядывал узника. Иосиф склонился перед царем. А тот, не дожидаясь, пока бедный раб снова поднимет голову, бросил ему вопрос. «Насколько я понимаю, ты можешь истолковывать сны». «Нет, я не могу», поспешил ответить Иосиф. «Но может Бог, которому я служу?» В голове царя промелькнула мысль. «Почему я должен доверять этому рабу-еврею, который служит какому-то неизвестному в Египте Богу?» Но в открытом взгляде Иосифа он увидел нечто. «Что внушило ему доверие?» «Вот что мне снилось». Начал он и рассказал Иосифу о коровах и пшеничных колосьях. Иосиф во все глаза смотрел на фараона, но мысли его были обращены к Богу, и Бог помог ему понять смысл этих странных снов. «Вам приснилось не два сна, но один», тут же ответил Иосиф, ибо они означают одно и то же. «Следующие семь лет будут благоприятными для Египта. Посевы будут давать обильный урожай, но после придет жестокая засуха, которая будет продолжаться другие семь лет. Нил не будет разливать свои воды и орошать землю, и земля иссохнет. Нивы зачахнут и погибнут. Люди будут голодать и не только в Египте, но и в отдаленных местах. Чтобы во всеоружии встретить надвигающиеся бедствия, Вашему Величеству следует избрать себе мудрого человека и поставить его во главе страны. Пусть слуги Ваши помогут тому человеку откладывать на хранение пятую часть урожая в благополучные годы. И вот когда начнется засуха, Египет и только Египет будет иметь запас продовольствия, если не сделать этого, народ будет голодать и по земле пройдет смерть. Царь внимал Иосифу с широко раскрытыми глазами, пораженной его мудростью. Немного посоветовавшись со своими советниками, он снова повернулся к рабу-еврею. Ты, Иосиф, и станешь тем человеком, который будет в ответе за страну, ибо в тебе обитает Дух Божий. Я назначаю тебе визирем, первым министром Египта, вторым после меня по званию и по могуществу. И никто во всей земле Египетской не двинет ни рукой, ни ногой без твоего позволения. Вскоре весь Египет был взбудоражен удивительной новостью. Бывший раб назначен визирем. Ему пожалованы царский перстень и золотая цепь, и одежда из тончайшего льна. Раб, еще недавно сидевший в темнице, теперь разъезжает по их узким улицам в царской колеснице, а все египтяне по приказу царя должны кланяться ему до самой земли. Фараон дал Иосифу новое египетское имя и жену Осинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И вот тридцатилетний Иосиф стал объезжать всю египетскую страну, возводя новое хранилище для зерна и руководя сбором урожая в царские закрома. Он вел тщательный учет и все же после семи плодородных лет он в конце концов потерял счет зерну, ибо, как говорит Библия, ископил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского. Затем началась засуха. В Ханаане земля высохла и превратилась в пыль. Небеса, обычно обильные дождем в зимние месяцы, не пролели ни капли. Убеленный сединой Иаков созвал к себе своих сынов. «Я слышал, — сказал он, — что в Египте есть зерно, почему бы вам не пойти туда и не привезти нам немного пищи, пока мы все не умерли от голода?» братья отправились в Египет. Все, за исключением одного. Отец оставил при себе Вениамина, младшего сына Рахили. Этот сын напоминал ему о любимой жене, которая давно умерла. Когда Иосиф стал просматривать список тех, кто должен был предстать перед ним в тот день с прошением о зерне, сердце его сильно забилось, а руки задрожали. Он увидел имена своих братьев. Не обращая внимания на секретарей и песцов, он стал мерить шагами свой огромный кабинет. «Могу ли я простить им то, что они сделали со мной?» размышлял он. «Изменились ли они за прошедшие годы? Я должен узнать, какими людьми они теперь стали». Слуга ввел десять братьев из Ханаана во дворец, где на возвышении на золотом троне восседал визирь. Они поклонились так низко, что коснулись носами пола. Наблюдая за ними, Иосиф вдруг вспомнил свои юношеские сны о склонившихся снопах и поклоняющихся звездах. Он изо всех сил старался сохранить безучастный вид. С суровой ноткой в голосе он спросил пришельцев по-египетски «Откуда вы?» Переводчик повторил им вопрос вельможи. Братья встретились со строгим взглядом первого министра и не узнали Иосифа в египетском одеянии. «Мы пришли из Ханаана закупить продовольствие», ответили они. Иосиф нахмурил брови. «Думаю, вы соглядатые, пришедшие осмотреть мою страну». Иуда побледнел. «Наказанием чужеземным соглядатаям было рабство или смерть?» «Нет, вовсе нет, мы честные люди». Иосиф подался вперед, в душе его боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, он горячо желал узнать больше, а с другой боялся услышать печальные вести. «Вы соглядатые», повторил он, «вы пришли подготовить вторжение в Египет». «Это не так, господин», стали возражать гости. «Всего нас было двенадцать братьев, мы все сыновья одного доброго человека, но один брат умер, а самый младший остался в Ханаане вместе с отцом». У Иосифа отлегло от сердца, его отец был еще жив. Однако он снова повторил, «Вы соглядатые, только когда вы приведете сюда младшего брата, вы сможете доказать, что говорите правду». Он подозвал жестом дворцовую стражу. «Отведите этих людей в темницу». Через три дня братья вывели из заточения, и они снова предстали перед внушающим трепет первым министром. «Я человек богобоязненный, и потому пощажу вашу жизнь, но при одном условии», заявил Иосиф. «Один из вас должен остаться здесь в качестве заложника, а все остальные возвращайтесь к себе домой. Приведите ко мне своего младшего брата, вот тогда я и узнаю, что вы говорите правду». Братья стали переговариваться между собой, даже не подозревая, что первый министр понимает каждое их слово. «Деваться некуда, нам придется сделать все, как он велит. По делам же нам. Вспомните, как мы поступили с Иосифом», сказал один из них. «Мы остались глухи к его мольбам. Потому и сами сейчас оказались в беде». Чувство вины, терзавшее братья все эти годы, выплеснулось наружу. «А ведь я говорил вам не трогать мальчика», пенял им Рувим, «теперь нам придется сполна заплатить за его смерть». Иосиф бросился вон из зала, будучи уже не в силах скрывать охватившую его скорбь. вернувшись спустя какое-то время, он указал на Симеона. «Посадите этого в темницу», приказал он, «а остальные пусть купят зерно и возвращаются домой». «Когда сыновья Иакова отправились в обратный путь, у них не было никакого настроения разговаривать друг с другом». Когда наступил вечер, они разбили лагерь. Один из братьев, собираясь покормить своего осла, развязал мешок с зерном. Когда он повернулся к спутникам, лицо его было белым, а глаза широко открытыми от пережитого шока. «В моем мешке лежит серебро, которое я заплатил за зерно», едва переведя дух, произнес он. «Как оно туда попало?» Всех охватило недоброе предчувствие. Они тоже бросили к своим мешкам. Каждым из них оказались серебряные слитки, которыми они расплатились за зерно. Пораженные и напуганные, они и представить себе не могли, что первый министр сам вернул им деньги. Наконец, они добрались до Ханаана и рассказали своему престарелому отцу обо всем, что с ними произошло. Иаков не сводил взора со своих сыновей. «Вы вернулись без Симеона, а теперь хотите, чтобы я отпустил и Вениамина?» у этого владыки немало странностей. Кто знает, что он выкинет в следующий раз? «Я не отпущу Вениамина». «Отец, если я не верну Вениамина в целости и сохранности, ты можешь убить двух моих сыновей», отвечал ему Рувим. Но Иаков был непреклонен. Он ни за что не хотел отпускать в Египет младшего сына Рахили, который стал ему еще дороже с тех пор, как он потерял Иосифа. Ведь там его ждал кровожадный властитель, желавший поиграть в жестокие игры жизнью его сыновей. Никогда твердил свое Иаков, если я потеряю Вениамина, мне уже не жить на этом свете. Почему растет трава? Почему шуршит листва? Почему никак я не пойму? Кто дал крылья в стрекозе и пушистый хвост лисе? Объясните, кто и почему? Почему так вы мне расскажите? Почему никак я не пойму? Кто придумал это все, что летает и растет, что живет, смеется и поет? Кто животных сотворил и мяукать научил моего любимого кота? Сколько весят облака? Почему бежит река? Почему откуда и куда? Почему так вы мне расскажите? Почему никак я не пойму? Кто придумал это все, что летает и растет, что живет, смеется и поет? а недавно я узнал, что все это Бог создал, это все творение Его. Маму, папу и меня, и слона, и муравья, и кота за тиру моего. Это Бог создатель всей вселенной, дал мне жизнь и возлюбил меня. Он придумал это все, что летает и растет, и Ему так благодарен я. Это Бог создатель всей вселенной, дал мне жизнь и возлюбил меня. Он придумал это все, что летает и растет, и Ему так благодарен я. Ему так благодарен я. Ему так благодарен я. А теперь несколько слов для ваших родителей. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей, их никто не будет торопить. По окончании обучения вместе с дипломом наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик». Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127-473-Москва, Абоневский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес www.golosnadежды.ru Ждем ваши письма. До свидания. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok